Сервис выгодных путешествий TripMyDream представляет Раньше о Корее, собственно, никто не знал, и все путали, какая из них южная, какая северная. Клянусь, я тоже была таким человеком. До приезда сюда я не знал, что эта страна настолько развита. Все круто, все чисто, технологично, классно, качественно. У нас есть разные представления о красоте. Красота может быть такая и такая, и в разные обличия. В Корее есть стандарт, и он один. Его можно взять и замерить просто сантиметром. Очень жесткий прессинг в обществе на тему того, как ты держишь лицо, и как ты смотришься со стороны других людей, накладывает невероятную какую-то тяжесть, потому что невозможно все время жить и быть идеальным. Анюась, емые путешественники, это лоха по-корейски. Все верно, это выпуск экспатов из Сеула. Смотрите до конца, обещаю, будет мега насыщенно и интересно. Двое из вас смогут прилететь сюда вместе с авиакомпанией Air Astana. Мы разыграем два авиабилета прямо сюда, в Сеул. Пойдемте уже знакомиться с Кореей. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся на Гванхвамуне. Это главная площадь города. Вот там у нас дворец Кёнбок-Кун. Это главный королевский дворец. Один из пяти, который находится в Сеуле. Вообще, Сеул – это место пяти дворцов. Практически нигде такого количества нет дворцов в каком-то городе, чтобы они были сосредоточены. Да, меня зовут Галя. Я живу в Сеуле уже 6 лет. Мне 31 год. Вот покоряю эту страну и работаю полноценным гидом на данный момент. Галь, это правда, что там в Северной Корее граница? Граница там. Граница примерно в 70 километрах от Сеула. То есть, если туда поехать, существует демилитаризованная зона, DMZ. Есть туры. Можно в бинокль вот так посмотреть. На то, как там красивый, вылизанный с одной стороны северокорейский город. Вот он находится. То есть, ты ничего не увидишь такого, но можно глянуть, да. Ты ездила? Я ездила. И там было очень смешно, потому что корейцы фотографируются. Они тоже ездят, им интересно. Они все фотографируются вот так. То есть, это прямо такая традиционная фотография корейца Южного на границе с Северной. То есть, они прямо, они искренне думают, что если его фотография куда-нибудь попадет, то прямо тогда за ним будут следить или ему там будут наказывать. Потому что это в этом духе. Это очень смешно на самом деле. Расскажи историю, как ты попала сюда, в Южную Корею. В Южную Корею я попала, когда мне было 25 лет, в 2013 году. Я в тот момент уже жила 3 года в Китае. Вообще, как началось все это дело, я в России по первому образованию японист. И я всю жизнь хотела уехать в Японию. Но потом, когда я закончила университет, немножко не получилось. Была сложная ситуация с визами. Япония дорогая страна. И у меня подруга была, которая была замужем за китайцем. Она мне сказала, а что бы не в Китай? Я тогда совершила самую большую ошибку. Я подумала, ну Китай, Япония, это Азия. Какая разница, подумала я. Это было самое бредовое мысль в моей голове за всю мою жизнь. И я уехала в Китай. Через 3 года я поняла, что Китай это вообще нифига не Япония. Что там для меня очень тяжелая обстановка для жизни. И я начала искать, куда бы мне еще уехать. И я стала думать, что в Японии там в чем большая проблема. Ты, если иностранец в Японии, насколько мне известно, я, конечно, не утверждаю, но очень тяжело влиться в японское общество. А для меня это приоритет. Когда я живу в стране, я хочу чувствовать себя здесь своей. То есть не какая-то там 10 лет назад приехала, надо же, диковинка. А вот я здесь живу, это моя страна, это мой город, мне здесь комфортно. И Корея, она как раз-таки более цивилизованная, я надеюсь, никого не обижу, чем Китай. Но менее консервативна, чем Япония, она менее закрыта. И встал вопрос приехать в Корею. Дальше выбирались города. И, ну, конечно, Сеул это первый вариант, но очень дорого переезжать, особенно после Китая, когда ты смотришь на вот это все. Но все равно решила рискнуть, решила попробовать именно Сеул, чтобы не было мучительно больно, потому что близко с большим городом я жила уже много раз, а в большом городе ни разу. Вот, и так получился Сеул в моей жизни. Я сюда приехала никем и ничем без знания языка, вообще без ничего. И, наверное, первые 2 года я училась на языковых курсах, параллельно подрабатывала онлайн, я преподавала английский. Потом я вышла, собственно, на работу в ресторан. То есть, ну, я кем реально только не работала. Закончила языковые курсы, поступила со второго раза в университет. Я первый раз провалила экзамен, причем это было дико смешно. У нас было двое русских девочек, и когда меня спросили, что ты собираешься делать, у меня моя подруга, собственно, русская, сказала, что она собирается остаться в Корее и здесь жить. Ну, а я думаю, ну, что я буду повторяться? Все одинаковое. Мы приехали вместе в Корею, история одинаковая. Я думаю, а я скажу, что я уеду и буду продвигать корейскую культуру за границей. Я не собиралась этого делать, если честно. Вот. И они меня не взяли. И потом, когда они меня взяли со второго раза, потому что я пришла туда, нет, говорю, ребята, я вам нужна. Я их спросила, говорю, а почему в первый раз-то, что случилось? Они мне говорят, ну, знаешь, уже просто была одна русская. Мы побоялись вторую брать, что не помешало им при всем этом набрать примерно 30 китайцев. То есть то, что там 31-я китаянка, это нормально. Вторая русская, не, это уже что-то странное. Вот. Но, тем не менее, я закончила магистратуру здесь по специальности, по-английски, culture, art, business administration. Это что-то типа event management, концертного менеджмента туда-сюда. И после этого я тоже где только не работала. Устроилась на работу в очень крупную корейскую entertainment компанию, WSM Entertainment. И полноценно я уволилась в начале апреля только, потому что я поняла, что я больше хочу развиваться здесь как гид в чем-то своем. Я, возможно, хочу свое агентство. У меня есть свой блог про Корею в Инстаграме. И, собственно, вот это та я, кем я являюсь в Корее на данный день. Примерно так. Я сюда приехала после Китая. Поэтому мое первое впечатление было о Корее. Вот я стараюсь быть политкорректной, но в Китае я жила в трех городах. И один из них был очень маленьким. На 3 миллиона человек. Называется он Цинхуаньдао. И 3 миллиона человек в Китае. Это деревня, правильно? И первое мое впечатление было, я еду в метро, мы едем с подругами, потому что меня встретили, и мы орем. Мы единственные в этом вагоне орем. То есть, эй, ты посмотри, тут река, тут мост. И вот это все начинается. И я понимаю, что люди смотрят. Я так оборачиваюсь и понимаю, что никто, кроме нас, не повышает голос. Мое самое первое впечатление о Корее было то, что они достаточно тихие люди. Потому что в Китае, если больше двух человек, то надо прям вот привет человек тебе. Хотя ты находишься вот на, вытянуть руки, да, на расстоянии со мной. Это было первое впечатление. И, конечно, у меня было, знаешь, я заселилась в Госевон. Это такая что-то типа коммунальной комнатки 2 на 3 метра. Я была просто в шоке от того, что ты в Китае после нормальных квартир, после нормальной зарплаты, ты вынужден здесь жить на какие-то, я не знаю, как я это делала, на там 600-700 долларов, на что здесь просто невозможно прожить в этой стране, в этом городе как минимум. После того, как я в Китае работала преподавателем иностранного языка и получала в 4-5 раз больше, чем остальные китайцы. Поэтому я помню, мы первый раз пошли на шоппинг. Здесь есть улица одношоппинговая. Я такая думаю, ну а сколько мне нужно, собственно говоря, денег, чтобы себя комфортно чувствовать на шоппинге? Ну, так посчитала. Думаю, ну примерно долларов 400 мне хватит. Это я думала со своей китайской зарплатой. И, в общем, я тогда первый и последний раз, по-моему, в Корее пошопилась на 400 долларов, ну просто вот так. Мне было очень тяжело понимать, что мое социальное положение очень сильно в плане денежно-материально ухудшилось после того, как я приехала из Китая. Когда меня мой корейский учитель по корейскому языку приглашал к себе домой и такой, ну хочешь чай с печенюшками, с какими-то бубликами, коральками, они очень любят булки. Я говорю, да, конечно, хочу. И вот он ставил их на стол, брал одну и такой, ну расскажи, как твой день прошел. И я, честно, мне хотелось его ударить. Вот до сих пор я сейчас, если честно, привыкла к этому. И когда люди рядом со мной в ресторане там чавкают, я уже как-то спокойно к этому отношусь. Но поначалу мне просто хотелось бить. Ну, как все говорят, если погуглить, там в интернете будут говорить, что оно не чавкает, чтобы показать, что вкусно. Без понятия, как там в Японии. В Корее они стопудово чавкают, потому что это уже привычка. Потому что изначально это пошло, когда очень горячая лапша в очень горячем супе, в бульоне есть, ты ее не сможешь съесть. Ну, в таком вот эту очень горячую лапшу ты не сможешь съесть, не чавкая. Это физически невозможно. Вот это вот сначала, а потом ты будешь чавкать, потому что горячо. Вот, но бублик был очевидно не горячий, просто это уже привычка такая с годами, наверное. Я немножко узнал. Аленка. Правильно. 30 лет. В то же время 32 года по-корейски. Все правильно. С 2008 года в Сеуле, безумно влюблена в Корею и в Сеул, готова всячески защищать и говорить, что кто-то неправильно об этом рассказал, замужем за корейцев. И твоя фамилия, наверное, Ли, Пак, Дже, либо какая еще? Какая еще есть самая известная корейская фамилия? Чей. Чой, да, который как Виттер Цой, правильно? Чой, Цой, Чой. Но ты не этой фамилии. В Корее вообще не принято после брака фамилию менять. Хотя многие иностранки, кто выходят замуж, это делают. Но я горжусь своей фамилией и сохранила ее. И у тебя еще двое детей. Все правильно, да. И ты еще в 2 месяца своего ребенка уже отдавала в детский сад, как все делают корейцы. Даже ты подробности такие знаешь. Не 2, а с 8 месяцев. С 8 месяцев? Да, это такой средний возраст, можно сказать. Понятно. И мы находимся в каком-то очень спальном районе, где... Типичном. Типичном. Типичном спальном районе. Мы находимся в районе Чжонгнягни. Это север Сеула. Не самый север, но в направлении. И район это для меня много с чем связан, потому что здесь недалеко я провела свои студенческие годы. Буквально одна станция метро отсюда. Здесь находится студенческий городок, 2 университета, Уэйдэ и Кьонгнидэ. И там я, можно сказать, провела всю свою молодость, прогуляла всю свою молодость в Сеуле. Из 30 лет, 11 лет в Сеуле, это много. Это много. Расскажи, пожалуйста, как ты сюда попала и почему твой выбор учиться в Корее как раз выпал на Сеул и на Корею? Я училась в Минском Ильяде, я поступила на первый курс. И буквально на первом курсе, в первые дни своей учебы я встретила одного корейца, который меня очень заинтриговал своей загадочностью. Вообще своей мотивацией приехать в Беларусь из всех мест, где можно изучать русский язык. А муж мой, этот корейец, который стал моим мужем, он закончил факультет русского языка в университете, который в дальнейшем закончила я здесь. Да, он меня очень заинтриговал своим интересом вообще к русскому языку, к культуре. Для меня это было очень странно, почему человек с другого конца планеты может вообще этим интересоваться. И меня удивила тогда его страсть, с которой он учился, с которой он хотел все познать, как он всем интересовался, такая вот его любознательность во всем. И меня это зацепило, мне стало интересно, чем он живет, что у него в голове творится. И как-то так вот сложилось, что уже со второго курса университета я решила исключиться, приехать учиться сюда и просто начать все с чистого листа. Поэтому, приехав всего в конце 2007 года, получается, я поступила на курсы корейского языка. При каждом университете в Корее сейчас есть программа корейского языка для иностранцев. И с этого все началось, а закончив программу, я уже решила получить здесь и специальность. То, что меня не перестает поражать в корейцах, это этика, рабочая этика. То, как корейцы, с каким уважением, как они относятся к своему труду и результату своего труда. Корейцы-трудоголики, да, это не секрет, это знают все. Но просто, чтобы поддерживать вот такой уровень работы, да, сколько работают корейцы и чего они добиваются своим трудом, вот это меня не перестанет удивлять никогда. То, как корейцы умеют, начав ни с чем, добиться чего-то и сделать из себя что-то. Ребята, с вами Артем из Ростова-на-Дону, 30 лет, много лет живет здесь. Очень интересная жизненная история, почему он сюда приехал. И Артем нам сейчас расскажет, почему же. Да, я постараюсь рассказать. Я почти что из Ростова-на-Дону, я из Ростовской области. Маленький город Белая Калитва, где-то недалеко от Украины. Я приехал сюда в 2014-м. А, для начала. Мы находимся, в принципе, это район Ганнам, можно сказать. Потому что, да, потому что Ганнам это целый район, не какие-то 2 улочки. А это, в принципе, район Ганнам. Станция называется Самсунг. 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 Давайте назовем ее Самсунг. Не везде в Сеуле можно найти такой район с высотками очень новыми, очень модными, очень симпатичными. Собственно говоря, это те высотки, которые в свое время меня очень сильно удивили. Потому что до приезда сюда, в 2014 году, в мае я сюда первый раз приехал, до приезда сюда я не знал, что эта страна настолько развита. То есть, мои знания сводились к тому... Ну, как знания? Можно назвать, что это знания, да? Мои знания сводились к тому, что столица Кореи – Токио. Токио? Да. Я так думал в то время. До того, как я приехал сюда, у меня знаний было мало. То есть, я знал, что здесь где-то есть Северная Корея, которая грозится убить кого-то со своими бомбами. Но про Южную Корею я ничего не знал. Так получилось, что в то время я жил в Санкт-Петербурге, я там работал. И каким-то образом через сервис «Каучсерфинг» – знаешь такой сервис? Конечно. Через «Каучсерфинг» я встретил кореянку, что, в принципе, было достаточно экстраординарно для меня в то время, потому что я увлекался больше Европой, больше Америкой. В 2012 году я ездил в Америку. И как-то я такой – кореянка. Она мне прислала сообщение, типа, давай встретимся, я хочу практиковать русский язык. Я такой – ну, да, в принципе, давай. Встретился первый раз, и такое ощущение было, что это за маленький инопланетный человек с белым лицом. Странно еще одеты, потому что корейская мода на то время особенно мне казалась, ну, как минимум, необычной. И тогда у нее еще был Samsung какой-то Note, огромный телефон. Я думаю, блин, что-то все такое необычное, непонятное. Но в то же время отторжения не было какого-то. И мы начали с ней общаться, общаться. Все это плавно перетекло в отношения. Она в то время приехала в Россию, чтобы учить русский язык. И период обучения у нее был полгода. Мы провстречались с ней полгода. И ей нужно было уже возвращаться сюда. И она мне говорит, поехали со мной в Корею. Ну, я точно уже не помню, как диалог развивался. В общем, вывод такой, что как бы она предложила поехать в Корею. Или это предложение, оно как бы в воздухе появилось. И в конце концов я как бы… Ну, а почему бы и нет, да? То есть, такой авантюристский настрой у меня был. Потому что на то время мне было нечего терять в Питере и в России. Работа у меня была не такая, которая прямо удовлетворяла меня полностью. Чем ты занимался? Я тогда работал в компании продажником. Не весело, не весело. Я примерно подбил для себя, сколько мне нужно денег. Мы подумали с моей девушкой, как сюда приехать в плане визы, чем я буду здесь заниматься, где жить, как кушать. В общем, что-то самое основное, базовое мы продумали. Но это всего лишь 30% плана. 70% плана была импровизация. Ну, это прикольно, в принципе. Это весело. Вот. Мы с ней вместе поработали в тот год, в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи. Поработали. Тоже там немножечко денег я подзаработал. И сразу после них я прилетел сюда. Май, по-моему, январь, февраль, март. Первое марта это было. По-моему, первое марта. В первый раз я прилетел сюда, 2014 год, первое марта. Аэропорт. Все космическое. На то время, мне казалось. Все космическое. Я в таком легком шоке, приятном был. Все круто, все чисто, технологично, классно, качественно. Все маленькие отделочки какие-то, какие-то маленькие детали приятные. Все прям люди что-то вроде бы улыбаются. Все такие азиаты. Ну и все. Мы сошли с ней с самолета. На то время я снял какой-то хостел. Пожил в хостеле. Начали мы с ней искать квартиру. Ты жил не у нее? Жил не у нее, потому что она жила, во-первых, под Сеулом. Во-вторых, с родителями. А как бы там такая ситуация была в 50 оттенках серого. Никто не понимал, что мы встречаемся или мы друзья. Как бы не стоило это все четко оговаривать. Потому что непонятно, все ли будут удовлетворены, если все будет понятно. И, собственно говоря, мы нашли с ней квартиру. Ну, скорее, она мне нашла квартиру, потому что на то время я не говорил ни слова по-корейски. Нашли квартиру, где мне жить. Мы нашли квартиру рядом с ее университетом, потому что она там учится. Таким образом мы бы чаще встречались с ней. Иногда ночевала у меня. И сразу же, с начала моего приезда, я начал ходить в школу, учить корейский язык. Интенсивно. А по каким-то документам приехал? Это виза студенческая. Студенческая виза здесь есть нескольких типов. Конкретно моя была. Это языковая школа. Для языковой школы там нужны были основные документы, типа паспорта, какая-то определенная сумма на счете. В то время это было 3000 долларов, если я правильно помню. Сейчас однозначно другая будет. Нужно было оплатить сразу 6 месяцев обучения, то есть 2 мини-семестра. У них 1 семестр – это 3 месяца. 6 месяцев обучения. И вот этот документ об оплате тоже предъявить. Ну, какой-то несложный сет документов был. И они дают визу D4. D4 – это именно для языковых курсов. Все, собственно говоря, я подготовил. Было несложно абсолютно получить эту визу. Единственное, что я в Сочи тогда был, я приехал в Москву, подал документы. И потом они мне уже почтой отправили мою визу. Вот, все, я приехал сюда, очумел, заселился в квартиру, начал учить корейский язык. Слово «очумел» в принципе можно примерно каждую неделю применять, потому что открывалось все больше нового, все больше интересного, неожиданного. Приятно открывалось? Для меня лично в большинстве своем практически все было достаточно либо приятное, либо непонятное. Но это непонятное без какого-то, без отрицательного окраса. На то время для меня было легким удивлением, может быть, потому что я не из Москвы, а вот из более маленького города, стиль одежды. Допустим, у них в 2014 году часто можно было увидеть брюки классические, более-менее классические, и здесь кроссовки. Это было странно, это было необычно, это был не тот стандарт, к которому я привык. То есть для меня это было немножко безвкусица, но через 2 года я, в принципе, так начал одеваться. Потом меня удивил однозначно макияж. Как девушек, так и присутствие макияжа у мальчиков меня, в принципе, удивило, потому что у девушек это очень выбеленное лицо. То есть стандарт красоты здесь, один из стандартов красоты – это белое лицо. Чем белее, тем красивее. Поэтому я помню, как у преподавательницы моей, у первой преподавательницы, я видел, что у нее вот здесь вот белое, и вот здесь уже видна линия между ее настоящей кожей и выбеленной. Друзья, перелет должен быть не только комфортным, но и вкусным. Вы знали, что авиакомпания Air Astana так заботится о своих пассажирах, что предоставляет питание, алкогольные и безалкогольные напитки на всех рейсах, как в эконом, так и бизнес-классе. Летите в эконом-классе, даже здесь вас будет ждать несколько вариантов меню. Ну, а если вы в бизнесе, то будьте готовы насладиться изысканным ужином, аппетитным завтраком, либо вкуснейшим обедом. Команда, которая отвечает за бортовое питание, стремится сделать его не только инновационным, но и добавить нотки традиционных вкусов стран Центральной Азии. Я всегда уверен, что на борту Air Astana меня ждет широкий выбор вкусных и свежеприготовленных блюд, ведь качество их еды было подтверждено наградами на выставке бортового питания и услуг в Гамбурге в апреле этого года. Также за 24 часа до вылета вы сможете заказать себе специальную еду. Отдельного внимания заслуживает детское питание. Совершайте кулинарные путешествия в Азию вместе с Air Astana. Ребята, если вы вдруг сейчас решили переключиться, не смотреть видео дальше, это ваш выбор. Но я хочу, чтобы вы знали, что вот за этой и за этой камерой стоят Оля и Саша, которые прямо сейчас снимают. Там стоит Андрей. Мы большой командой снимаем для вас полезный, интересный контент в качестве 4К, который не стыдно включить на огромном телевизоре, с огромными настоящими сердцами наши герои приходят в эти выпуски и по-настоящему рассказывают вам о жизни по всему миру. Если вы хотите сами испытать жизнь здесь, хотя бы просто как путешественник на недельку, на две приехать прямо сюда, в Сеул, Корею, обязательно смотрите видео до конца. Поставьте вот такую штуку, типа лайк называется. Напишите комментарий, как вам здесь видео. Добавьте хэштег в Азию вместе с Аэр-Астана, и вы сможете принять участие в розыгрыше двух авиабилетов прямо сюда, в Сеул. Но теперь, пожалуйста, продолжайте наслаждаться просмотром этого фильма о Корее и жизни в Сеуле. Ребята, это все время северная часть Сеула, и здесь небольшие дома. Мы прогуливались, у меня такое ощущение, что мы где-то в Лос-Анджелесе, потому что поднимается вверх дорога, там горы, двух-трехэтажные дома, сосны. И мы сейчас с тобой пришли, это Букчон Ханок Виллэдж. Здесь в свое время жили этнические корейцы, местные, правильно? Здесь и сейчас живут корейцы. Действительно называется это место Букчон Ханок Виллэдж. Букчон – это название самого места. Ханок – это название корейского дома, который мы здесь можем видеть в изобилии. И это единственное на данный момент в Сеуле сохранившееся место, где до сих пор люди именно живут. Эти дома являются жилыми, в отличие от всех остальных, которые уже просто экспонаты или магазинчики и так далее. Чем примечательна это место? Тем, что в свое время, в эпоху Чосон, эпоха Чосон – это самая длинная, самая большая. Это 500 лет корейской истории, эпоха династии корейских королей. В эпоху Чосон здесь жил Королевский суд. Поэтому дома у них были роскошные. Строили они на ура. Сейчас вся эта местность сохраняется ЮНЕСКО. И, слава богу, позволяет нам видеть то, что мы видим сейчас, которое сохранилось до наших дней – все эти дома. Расскажи, пожалуйста, немножко об истории Кореи, об оккупации Японии, о том, как разделили Корею на Северную и Южную, о количестве населения и о Сеуле. Вау. Я сейчас постараюсь это в голове уложить, да. В общем, как все получилось? Корея всегда была очень маленькой страной. Вот этот полуостров, даже если соединить Северную и Южную Корею, в свое время максимум, докуда она доходила территориально, она захватывала часть Китайской Маньчжурии. И она всегда была поделена между Китаем и Японией. И нельзя сказать, что Китай или Япония всегда претендовали на эту землю, но она всегда им мешала. Потому что Китай – огромная империя, которая воевала с не менее огромной империей Японии, им вечно там что-то делили. Ну и по большому счету здесь было просто неудобно. Поэтому получалось так, что когда здесь был 1592 год, сюда впервые пришли японцы и сказали, ребята, мы хотим пойти на Китай, пустите нас, пожалуйста. В то время Корея дружила с Китаем, и Корея была, если честно, мне кажется, они немножко наивные до наших каких-то дней. Они честно стали, маленькая Корея стала защищать Китай и говорить, нет, мы на Китай вам не дадим пройти. На что Япония сказала, ну не дадите, так мы сами пойдем. И получилось так, что здесь разгорелась очень сильная война. Впервые разрушили королевские дворцы, разрушили какие-то здесь местные памятники, вообще Сеул разрушали несколько раз, его отстраивали заново и заново. А Китай тогда Корее не помог, сказал, ну ваши проблемы, вы там как-нибудь что-нибудь справляетесь. И только когда уже Корея начала проигрывать, очевидно, Японии, Китай там немножечко встал на уши, потому что иначе японцы так к нам попадут, они начали помогать, собственно, таким образом они вот туда-сюда отбивали. Поэтому Корея, ну если совсем честно, и я знаю, что корейцам такое говорить нельзя, но она немножечко была неудобна и той стороне, и этой стороне. Поэтому все время ее пытались каким-то образом под себя подмять, но корейцам надо отдать должное, потому что у них это не получилось. В итоге, что по факту, они отбивались-отбивались, и в 1898, если мне не изменяет память, году, здесь был король, который провозгласил Корейскую империю. Вот говорят, Корейская империя существует ли она. Она существовала какие-то там несчастные 8 лет, и по факту вот он провозгласил эту империю, и потом к ним пришли японцы в 1905 году и сказали, ребята, давайте мы вам будем помогать. Вы страна такая, ну очевидно по сравнению с Японией, бедная, там ничего не это, давайте мы вам будем помогать. И после того, как японцы несколько раз уже здесь была достаточно длительная Корейско-японская война, несколько раз они пытались оккупировать это пространство, корейцы сказали, давайте, помогайте. Ну, в общем, они допомогались до того, что в 1910 году Япония оккупировала Корею и уже здесь официально провозгласила свое правительство. Японцы начали развивать им инфраструктуру. Они построили им первые каменные практически здания. Построили им здание мэрии, здание вокзала, первый банк здесь был, который тоже построили японцы. В общем-то много зданий, много и плохих зданий, ну вроде как своего правительства, которое они поставили на главную площадь. Они действительно разрушали корейскую культуру, они действительно пытались стереть их с лица земли, но в то же время, с точки зрения инфраструктуры, здесь стало получше. Но, естественно, никакую страну бы это в жизни не устроило, что их пытаются как-то под себя поджать. И 1 марта 1919 года в парке здесь неподалеку студенты вышли и провозгласили Корею независимой страной. И в этом году, собственно, уже 100 лет с начала этого движения борьбы за независимость, в этом году праздновали достаточно крупный праздник в Корее, который называется Самильдёль. Дальше как получилось? Корейцы, конечно, говорят, что они очень сильно участвовали в этой борьбе за независимость, что у них были какие-то подпольные листовки, подпольные газеты, что они там старались каким-то образом свергнуть японское правительство, но по факту в 45-м на Японию сбросили две ядерные бомбы. И тогда Япония, собственно, они больше ничем не занимались, они ушли к себе в страну, она капитулировала страна полностью в войне, и поэтому освободилась Корея, в которой, по большому счёту, не осталось ничего. То есть её в очередной раз разрушили, они добились этой независимости, и фактически они остались со своей независимостью один на один. И что с ней делать, они тоже не поняли. Дальше здесь была гражданская война. Собственно, таким образом началось первичное разделение, вот эта вот северная часть, южная часть. Они начали оспаривать свои права, пришла Америка, естественно, помогать южной части, пришёл Советский Союз помогать северной части. Я не могу сказать, что именно Советский Союз и Америка прям поспособствовали разделению. Здесь и свои были у них тёрки, но в конечном итоге разделили Корею по 38-й параллели, на северную и южную части. Собственно, так это и повелось. И тогда в Южной Корее вообще не было ничего, здесь были рисовые поля. Вот если на Каннам ты завтра съездишь, посмотришь, там раньше вот люди, которые в 89-м году здесь были, они говорят, что как бы на месте вот этих вот сейчас больших высоток зданий, вот это, оп, пока нам ставила вот эта песня, там ничего не было, были сплошные рисовые поля. В отличие от северной, которая была очень развитой, там на самом деле нет полей, но там были заводы, там была инфраструктура. И, собственно, были очень много случаев, когда добровольно тогда люди из Южной Кореи переходили в Северную Корею, потому что им казалось, что тогда, собственно, там будет что, ну там будет лучше. И в 70-х кончилась еда у тех, а у этих-то поля есть, когда есть еда, гораздо проще, собственно, функционировать. И они начали развиваться, в них вложили очень много денег. Это один из азиатских тигров. Пришли иностранные инвестиции, они начали развиваться. И первое, что они начали делать в Корее, они начали разрушать японские постройки. Вот все, что японцы настроили, они начали это дело, собственно, рушить. И иностранцы, которые здесь жили, они понимают, это очень больно, да, вот смотреть на вот это здание и понимать, что вот это построили те люди, которые хотели тебя уничтожить, как нацию, твой язык. Они заставляли говорить там по-японски и так далее, с одной стороны. С другой стороны, камоны, то нормальные постройки были, красивые, они строили неплохо на самом деле. И, слава богу, у них кончились деньги, у корейцев рушить-то все эти здания тоже нужен бюджет. У них кончились деньги, и осталось три здания на данный момент, которые сейчас есть в Сеуле. Это здание, бывшее здание первого вокзала, это первый банк и мэрия. Сейчас ни одно из этих зданий не функционирует как, ну, по первому своему назначению. В мэрии сейчас библиотека, а в вокзале и в банке сейчас музей. Вот, таким образом, это то, что осталось от японского наследия здесь. Но, в общем и целом, я бы историю Кореи разделила на две части. Ну, я в шутку, конечно, так говорю. Это 5000 лет бедности и 70 лет инвестиций. Сейчас, конечно, потом с 90-х, если говорить серьезно, наверное, с 2005 года, вот этот феномен кей-попа, который произошел в Корее, очень сильно вывел Корею на новый уровень. Потому что раньше о Корее, собственно, никто не знал. И все путали, какая из них южная, какая северная. Клянусь, я тоже была таким человеком. Но потом, когда появился кей-поп, пошла в силу так называемая soft power. Вот эта вот мягкая сила, которая, как в Японии в свое время аниме, открыла Японию всему миру и все поперли туда. Также и сейчас вот из-за кей-попа сюда приезжает огромное количество именно молодых людей, девушек, которые уже знают Корею с другой стороны. Корея в цифрах сегодня. А Корея в цифрах сегодня. Всего в Корее 50 миллионов человек. Но если спросить корейцев, сколько у вас населения, они скажут 75, потому что мы не уточнили, южное или северное. 75 вместе с южной, вместе с северной, 50 в Южной Корее население. И из них примерно 13 живут в Сеуле. И где-то вместе с пригородом получается 25 миллионов человек. Только вот в этой области. И поэтому, когда мне говорят, что Сеул уже не Корея, но в Сеул уже по-другому, как вот там Москва не Россия. А на самом деле, я говорю, ну Сеул вместе с пригородом это половина населения Кореи. Так что то, что я говорю, хотя бы наполовину правда. Кстати говоря, все спрашивают, я очень хочу это сказать. Корея не религиозная страна. По религии они, во-первых, в первую очередь католики из тех, кто есть, кто верит. Католики-протестанты. Буддисты чуть-чуть. И уже дальше там по мелочи. Но в целом религия и государство очень сильно отделены друг от друга. Для меня это нереально важно, потому что я против того, чтобы церковь какая бы то ни была диктовала людям, как себя вести. Поэтому, например, корейцу, ну когда они спрашивают, ты какой религии? Очень много людей скажут, никакой. И это не будет что-то такое оскорбительное или из ряда вон выходящее. Это традиционный рынок в районе Чомнянни. Это оптовый рынок еды, оптовый рынок продуктов. Очень типичный корейский традиционный рынок. И таких, на самом деле, сейчас по Сеулу они еще есть с такого масштаба рынка. Но они вымирают. Их становится меньше. Если раньше, я еще даже 10 лет назад, может быть, ходила часто на такие рынки. Сейчас уже с двумя детьми я такие места прихожу редко. Потому что мы с семьей ходим покупать еду в какие-то большие торговые центры, где есть кондиционер и инфраструктура для развлечения детей. Поэтому, если посмотреть на демографию этого рынка, ты видишь, что здесь, в основном, старшее поколение. Они будут приходить, чтобы закупиться подешевле. И корейцы, кстати, очень любят закупаться едой. Вот прямо закупаться. Так, чтобы с запасом так хорошенечко на много лет. Корейцы в основном дают предпочтение своей, местной корейской еде, традиционным блюдам. Корейцы питаются как дома, так и вне дома. В Корее очень развита культура. Называется уэщик. Питание вне дома. И на самом деле по цене, если смотреть, то готовить еду дома стоит почти столько же, сколько есть. Сходить куда-то в ресторан. Почему? Продукты дорогие, что ли? Продукты дорогие, и чтобы приготовить одно блюдо, надо много ингредиентов разных. Если у вас небольшая семья, скажем, а вы, допустим, молодая пара, живете вместе, то просто нет смысла покупать такое, что продуктов половина испортится. Теперь, как у меня большая семья, теперь мы чаще едим дома. В студенческие годы я почти всегда ела исключительно в каких-то ресторанах. Но надо уточнить, что в Корее понятие ресторан – это не то, как у нас. Вот приходишь с чистыми салфеточками, а в Корее очень много так называемых сектан. Сектан – это место, где можно просто, дешево, удобно, без всяких заморочек прийти и вкусно поесть. А что это за рестораны, в которых гриль, какие-то трубы сверху торчат? И это прямо очень популярно, потому что все туда приходят и там едят. Это так называемое корейское барбекю. Да, как ты описал, получается, посредине стола прямо самого на твоих глазах тебе приносят свежее маринованное мясо, и ты сам его жаришь, там готовишь. Корейцам очень нравится сам процесс приготовления жарки мяса, да? Они любят его этими щипочками поворочить и потом ножничками порезать еще обязательно. И приносится все это со свежими овощами. Корейцы просто это обожают. Неотъемлемая часть корейской общественной жизни и семейной тоже. Знаменитая кимчи. Я сам знаком как бы с корейцами не понаслышке и любил раньше кимчи. Сейчас не ем, потому что в кимчи добавляется еще соус из рыбы. Правильно. Так вот, они считают, мне корейцы сами рассказывали еще очень много лет назад, что кимчи по своим свойствам, благодаря какому-то брожению, вот этой вот соусы рыбы напоминает наш йогурт. То есть там есть какие-то лактобактерии либо какие-то бактерии, которые позволяют тебе чувствовать еще себя более здоровее. Это правда? Более того, кимчи причисляется к одной из самых полезных блюд планеты. Считается, что просто его польза для здоровья, для иммунитета неизмерима. Корейцы этим очень гордятся и хотят, чтобы об их кимчи узнало все больше людей. И, как ты и сказала, это готовится в процессе ферментирования. И это как хорошее вино. Например, корейцы... Я люблю кимчи свежие, которые вот только что свеже заферментированные. А корейцы любят как хорошее вино кимчи, которые так... Чем дольше процесс ферментации, тем они более ценные становятся. Тем больше запах. Тем больше запах и тем больше ферментов. То есть, тем больше пользы считается и для здоровья тоже. И вот интересная фишка про корейцев. Это своеобразный антистресс. Когда они едят вот острую еду, от которой прямо тебя пробивают вот на пот. Ты ешь, тебе так остро. У тебя просто все горит. У тебя все внутренние все горят. Но от этого из тебя просто выходит весь негатив и весь стресс. Обрати внимание, это, как минимум, самое высокое здание в Корее. Я думаю, что в 2 Кореях. В Северной Корее вряд ли будет выше. 555 метров, 123 этажа. Было закончено строительство в 2016 году. Красивый фейерверк, вся фигня. Самое главное, что... Сейчас я тебе расскажу, когда весь интерес начался. А начался он с того момента, когда я первый раз поступил на работу. Интерес в Корее. Когда вообще первый раз интерес начался в моей жизни в Корее. Ага. В общем, это был 2000, конец 2014 года. В тот момент рухнул рубль. Все мои сбережения были в рублях. Как раз закончились полгода пребывания мои в Корее. А, собственно говоря, после полгода пребывания ты уже официально можешь начинать работать. Все, тут совпало, все как надо. Денег нет, появилась возможность работать. Давай искать работу. Корейский еще на супернизком уровне. Слава богу, я немножко знаю английский. Давай искать работу. Давай. Нашел работу. Собственно говоря, вот за этим зданием. Вон там торговый центр есть. Лот и торговый центр. Там открылась... Открывался ресторан в то время Hard Rock Cafe. Американская франшиза. И они набирали огромное количество стаффов. В том числе для атмосферы им нужны были иностранцы. Слава богу, я был в числе тех, кого набрали. И я начал там работать, изучая корейский язык в школе в первой половине дня. Во второй половине дня я там работал. И вот тут уже я начал конкретно встречать корейцев. Конкретно практиковать те знания, которые я зарабатывал в языковой школе. И уже узнавать, как вся эта культура работает. Какие у них привычки. Что... Как происходит коммуникация. Какие для меня сложности. Да, ну что я могу сказать. В самом начале было непросто. Очень интересно, но непросто. Допустим, я видел, как происходит взаимоотношение подчиненных с их боссом. Да, допустим. И для меня это было немножко в новинку. Мне кажется, что в наших странах в... Неважно, босс ты или не босс, ты должен заработать авторитет, да? То есть, по умолчанию, вот я пришел, да? Ты мой босс. По моему мнению, все-таки авторитет. Потому что, чтобы я тебе... Спозиционировать себя. Да, да. Чтобы я как-то работал под тобой, чтобы ты мне мог указывать чего-то, я должен тебе доверять и уважать. Где-то это на одной полке для меня. Уважать не обязательно, но хотя бы доверять и понимать, что ты можешь сделать, какую ценность принести. Мне кажется, это уже как бы разные наши философии. Для меня уважение очень важно. То есть, человек должен как бы типа заработать его, да? Но здесь, в корейском социуме, когда ты приходишь в компанию, это только мой опыт. Не претендую на все, как оно есть. Но мой опыт говорит о том, что вот есть начальник, вот есть подчиненный. И неважно, какого мнения о подчиненной, а начальнике, он должен показывать ему уважение всячески. Вот. То есть, говорить, что нет, вы не правы, откровенно, открыто, нет, вы не правы, это низкий том. Это ядерное оружие, которым владеет Северная Корея. Возможно. Ну, можно и такое сравнение привести, да? Вот. И в этом плане, конечно, мне это очень сильно резало и глаз, и ухо, ну, резало все, в общем. Да? Потому что я к такому не привык. То есть, я пришел в компанию, и мне нужно показывать уважение, отдавать уважение человеку, которого я не знаю. Более того, который, по моему мнению, не достоин уважения, да? Вот. Но я смотрю, что все корейцы, они тоже, как бы, когда не с ним, а между собой общаются и со мной, и я вижу и слышу, что они-то не очень его вовсе уважают, да, этого человека. Но, когда человек заходит в комнату, ситуация становится неестественная. Все начинают его уважать. Слушайте, мы тут в фастфуде только что обедали в перерыве между съемками. Кстати, очень дешево пообедали в местной национальной кухне. Была очень острая. У меня еда, а у ребят получилась не очень острая. Мы о еде сейчас с тобой поговорим. И женщина, которая проходила рядом, остановилась и спросила, вы откуда? Я говорю, из Киева. Она говорит, зайдите здесь обязательно. Здесь есть один очень крутой дом. Там живет женщина, которая какая-то известная, я так понимаю, творческие дети. Короче, я увидел вот этих двух сов и решил просто сюда зайти. И мы зашли, и здесь просто какая-то фантастика. Мы ощутились в каком-то другом царстве. Расскажи, что это за дом, если ты знаешь вдруг, и поговорим давай о традициях и немножко больше о местных. Да, совершенно верно. Мы находимся в традиционном доме Ханок. Нас очень впустили гостеприимно в гости. Если честно, я сама не ожидала, потому что вообще корейцы, они немножечко закрытые в своей культуре. Они не очень любят пускать к себе домой. И в целом даже вот в гости, когда ходишь, насколько мне известно, проще встретиться где-то снаружи, посидеть и обсудить что-то, чем там пустить к себе домой. Потому что то, что нас здесь сюда пригласили, сказали снимайте вообще, что хотите, делайте, что хотите. Это такой очень широкий жест, за что я ей очень благодарна. А вообще корейцы сами по себе, они говорят, что мы очень консервативная нация. У них есть такой момент, и даже самые молодые, вот я работала с девушкой, ей 26 лет. Но она рассказывает, что несмотря на то, что мы сейчас прогрессивное общество, например, никто уже не носит традиционные костюмы, ну кроме как вот мы сегодня видели в замках. Никто уже, ну не совсем помнит, откуда вот идут какие-то у них моменты в культуре. Тем не менее, они свои традиции чтут, и они считают себя очень консервативным обществом. Ну, например, вот из таких примеров старший, например, человек всегда главнее, чем младший, к примеру. Вот эта консервативная культура, она проявляется в офисной или культуре, в питейной культуре, в культуре еды. Вот, например, мы сегодня ели, мы неправильно все ели, потому что у нас есть разный возраст, да, нас всех. И в зависимости от этого, кто-то кому-то должен доливать там, особенно если это алкоголь, кто-то за кем-то должен ухаживать. Старший должен первый выходить, например, из двери, то есть я должна тебя пропускать везде, то есть не я такая классная иду, а вот именно пропускать. И таких моментов очень много, вот. Но в то же время корейцы, они очень сильно сейчас ориентированы, особенно в Сеуле, на жизнь в западном обществе, в западном стиле. И они пытаются это дело адаптировать под то, что происходит у них в стране. Это правда, что они в своих песнях часто поют, ой, как им сложно, как больно, как тяжело жить? Да, поныть, это такая главная черта корейского менталитета, одна из главных. Вот даже, ну, самая знаменитая песня народная, это Ариран, и они поют про то, как вот Ариран, я тут пашу в поле, а ты ушел в своих ботинках, и ты пройдешь там кучу тысяч ли, и будет тебе потом плохо, и когда что-то... То есть у них вот эта вот культура... Мученичество. Мученичество. Это не мученичество. Они не воспринимают себя мучениками, они просто вот, знаешь, они привыкли... У них любимое слово – это хиндеро. Это значит сложно. Хиндеро – и стресс, и подассо. То есть и у меня получил какой-то стресс. И вот получается, ты куда-нибудь приходишь, это до смешного доходит. Как, например, день на работе лично у меня. Вот у меня такой опыт. Как он проходил? Ты приходишь, тебе надо говорить, хиндеро, я хочу спать. Хорошо, к обеду ты хиндеро, потому что ты хочешь есть. Они такие, все, я голодный. Вот мы сидим, и я голодный. Мы поели такой, я обожрался. То есть нет вот этого какого-то зла. Окей, я обожрался. Заканчивается это, там какой-то перерывчик, и потом, я устал, хочу домой. А не, я не домой хочу, я уволиться хочу. И вот в этом цикле проходит 5 дней в неделю. У нас, по крайней мере, на работе так было. И я заметила, что в целом это не только у нас, это много у корейцев. Вот поплакать, поныть. Слушай, они здесь и работают, и живут. И мне кажется, это совсем нестандартный дом, правильно? Это совершенно нестандартный дом, потому что чаще всего ездят на работу, люди уже не работают у себя дома. Даже фрилансеры не окружают себя такой вот традиционной атмосферой. Насколько я смогла узнать, это хозяин этого дома сейчас работает над тем, чтобы сохранить традиции своей культуры. Здесь, как мы видим, они едят. И вот там они сами, видимо, сидят. И, собственно, вон там они работают. И на минус первом этаже есть студия своя, которую мы тоже сможем посмотреть. И сейчас, конечно, корейцы живут в совершенно других домах. Большинство живет в современных домах, которые они называют апаты, с английского языка apartments. И существует также несколько других типов. Один из таких самых популярных – это офистель. Это, если сравнить, это наши студии. Это есть квартиры, которые виллы, но не надо обольщаться. Виллы все-таки звучат красиво. На самом деле виллы – это такой небольшой дом, 4-5 этажей. И там живет несколько семей. То есть там примерно по 50-60 квадратов, скажем так, квартиры. И также еще живут в Гасевонах. Гасевон – это что-то типа коммуналки. Живут мало, но существует 2 на 3 квадратных метра вот такое тоже жилье. В традиционных домах живут очень мало. Чаще всего это семьи, которые сохранились здесь уже исконно. И сейчас вообще весь этот район охраняется ЮНЕСКО. Здесь очень сложно купить дом, очень сложно продать дом. И стоит это бешеных денег в том числе. Где чаще всего живут? В каких районах? Есть и спальные районы? Какая стоимость аренды и покупки недвижимости в Сеуле? И особенности квартплаты и так далее, других расходов, связанных с жильем? Живут везде. Самый престижный район сейчас Каннам. Чондам – это тоже район Каннам. Вот там на юге самые престижные дома. А престижнее всего, естественно, дом, который смотрит на реку Ханган. То есть самая крупная река, вид на реку красиво. Я сильно врать не буду, но я бы сказала, что без 200 тысяч долларов здесь делать нечего. Чтобы вот про покупку жилья можно даже… Ты где шла? Ну, это вот в пригороде таком немножечко уезжаем за Сеул. И там, насколько я могу это для себя понимать. Вообще дома, которые на Ханган смотрят, вот эти все, 2-3 миллиона долларов. Где живешь ты? Я живу в вилле. Турумка называется. То есть это 2 комнаты плюс кухонное пространство. Вот. У них проблема в чем? У них проблема в залогах. Залоги огромные. И залоги начинаются в среднем от 3-5 миллионов. Ну да, от 3 до 5 миллионов, от 3 до 5 тысяч долларов. Это только залог. Чтобы снять что-то вот как турум, как у меня с 2-мя комнатами, залог 10 тысяч долларов. Это нормальная история. Ты заплатила 10 тысяч долларов залога? Да, мне пришлось. И сколько ты платишь в месяц сейчас за квартиру свою за эту виллу? 850 долларов. Это дорого или дешево считается? Ну, за то, как я живу, считается нормально. Мой район очень хороший, там транспортная развязка, мой… Ну, вообще то, что вокруг, там действительно инфраструктура там очень хорошая. Но это совершенно не дешево. Это совершенно не дешево по всем меркам. А вот, например, чтобы снимать апаты, апартмент, там система совершенно другая. Там нет помесячной платы. Система называется чонсе. Это когда ты выплачиваешь 70% стоимости жилья разово. Ну, то есть вот ты отдаешь там, ну, я не знаю, там 200-300 тысяч долларов просто вот так человеку. И ты можешь жить в этом доме там 2-5 лет. Ого. Вот. Ты потом получишь все эти деньги назад. Все деньги обратные. Все, но минус инфляция, естественно. И вот такая система есть. И если ты живешь в апаты, снять ее с помесячной аренды практически невозможно. То есть я бы и хотела, потому что я хочу нормальную ванну, я хочу нормальное кухонное пространство. У меня нет такого выбора, потому что у меня нет 300 тысяч долларов. Коммунальные расходы? Если греться зимой, то дорого. Вот у меня двухкомнатная квартира, примерно 45 квадратов. Где-то свет, электричество, у меня нет газа. Все вместе с интернетом где-то в 200 долларов встанет. Ежемесячно? Ежемесячно. Вот. А если мы говорим уже про апаты, вот про вот эти крупные квартиры, там, во-первых, метраж большой, там 130 квадратных метров, есть 150-170. Там совершенно другие. То есть там до 300-500 долларов может доходить запросто. Но они все спрашивают меня, почему так дорого, зачем ты греешься, зачем ты включаешь отопление. Я говорю, ну как его не включать, мне холодно. Они говорят, ну ты же русская из России, ты должна уметь терпеть холод. То есть они действительно какое-то электрическое одеяло или просто побольше на себя надевают и живут, и переживают зиму. Я так не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая травка, здоровью прибавка. Так я, скажу вам честно, говорил с 14 лет. Закончил так давно говорить, но считаю, что традиционная медицина, это самая лучшая медицина, потому что все, что нам надо, есть всегда вокруг. Химия, это гадость. Мы находимся на традиционном рынке медикаментов, правильно? Традиционных медикаментов? Да, правильно. Традиционный медицинский рынок. Янгмульситян. Впервые в жизни такое встречаю. Здесь все в травах, друзья, и он просто огромный. Что это за место? Расскажи, пожалуйста. Это место, где продаются, как ты сказал, травы, веточки и всякие различные другие ингредиенты, которые используются в корейских традиционных, назовем их так, зельях, которые готовятся в клиниках традиционной медицины, которые, кстати, есть по всему Сеулу, по всему городу. И корейцы регулярно в них обращаются, так же, как и в современные больницы, клиники. В корейской традиционной медицине лечится весь организм, не лечится какой-то отдельный орган. И считается, что если у тебя какой-то симптом один конкретный, то ищется его причина. И в традиционной медицине будут лечить причину этого симптома заболевания, то есть излечивая весь организм. И мне кажется, просто более прекрасной философии медицины, наверное, и не существует. И это правильно. И я это считаю, что работает. И я на себе прочувствовала, что это действительно работает. Современная медицина и корейская отличаются чем? Корейская, она хороша в лечении каких-то хронических заболеваний затяжных. И результат не будет моментальным, как это может быть в современной медицине, если вы принимаете какие-то сильные, мощные медицинские препараты. Но медленно и целостно, главное, организм будет излечиваться с помощью вот таких нейтральных ингредиентов. Детская медицина? Детская медицина. Пройдут что хорошо, что нехорошо. Нравится то, что в Корее педиатрические клиники, они находятся в каждом районе вблизи. То есть не надо везти ребенка куда-то далеко через весь город. Они всегда в доступе рядом с домом. Это очень удобно. И обслуживание очень тоже быстрое и качественные лекарственные препараты. Что не нравится в этом плане? В Корее очень дорого и трудно вызвать. Во-первых, нет вообще вызова скорой помощи на дом. Если у ребенка какое-то критическое состояние, тебе надо везти ребенка в больницу. Скорая помощь выполняет функции такси, по-моему, и стоит очень дорого. Очень дорого. Поэтому все корейцы возят сами. Да, все корейцы, как правило, возят сами на дом вызвать. У меня лично никогда и не получалось. Мы возили ребенка на скорую помощь. Вот этот момент мне не нравится. То есть когда касается дела экстренных каких-то вещей, то, может быть, есть еще почва для роста, для улучшения в этом плане. Сеул – это, действительно, столица пластической хирургии. Есть район Ганнам. И на этом районе улица Шинса, которая даже занесена в книгу рекордов Гиннесса по количеству пластических клиник на квадратный метр на улице. То есть там целый, можно сказать, с района. И чуть ли не каждое здание в нем – клиника пластической хирургии. И на сегодняшний день это экспортная, можно сказать, индустрия. Потому что приезжает очень много иностранцев со всей Азии. И уже теперь не с Азии, а со всего мира приезжают именно в Корею, именно в Сеул за пластической хирургией. Потому что здесь раз – дешевле, чем в других местах. Два – уже врачи настолько опытные, настолько выросла эта индустрия, что просто считается, что здесь и безопаснее, и дешевле. И просто по всем показателям выбор делается пользу. Что делают чаще всего? Они делают глаза шире. Да. Они делают скулы и нос. Да? Тут немножко надо рассказать про стандарты красоты в Корее. Потому что если у нас есть разные представления о красоте, да, красота может быть такая и такая, и разные обычаи, да. В Корее есть стандарт, и он один. Его можно взять и замерить просто сантиметром. Вот у тебя должен быть такой высоты нос, такой ширины глаза, такой ужинный подбородок, вот такого размера лицо. Твоя первая работа в Hard Rock Cafe. Сколько ты зарабатывал тогда в месяц? 7500 вон в час это было. И там были месяца, когда меньше работы было, когда больше работы. В среднем это было 800-1200 долларов в месяц. Тебе хватало это на жизнь? В то время я еще иногда подрабатывал моделью. Это странно будет звучать, да, но я подрабатывал моделью. Какой именно модель? Ты снимался в фильмах корейских? В рекламах. Как правило, в рекламах. Наверное, за то время я снялся порядка 8-10 рекламах. И это разовый хороший заработок, это 300-600 долларов за раз. За раз. Сюда очень много приезжает наших славянских девушек работать моделями. Они приезжают сюда реально моделями работать, либо они еще подрабатывают на стороне, типа хостес в короке-барах, либо что-то покруче. Я на тех площадках, где я снимался, я встречал действительно очень много и русских, и украинских моделей. У нас не заходили разговоры до того, какие есть ли боковые заработки. Но, насколько я понимаю и насколько я знаю, что той индустрии, про которую ты сейчас говоришь, не открыто, там есть наши девушки. И, насколько я понимаю, их немало. Потому что есть спрос. Есть большой спрос. Для белых, я бы сказал, русскоговорящих проституток есть отдельное слово по-корейски. Как? Белая лошадь. А что лошадь-то? Ну, вот как-то так сложилось, да. Как смотрят местные жители на тех, кто сюда приехал жить, как ты, экспатов? Они доброжелательно относятся? Сложный такой вопрос. Очень сложный. Должен быть долгий, детальный ответ. Но, если компактно попробовать сказать, очень большое обобщение будет и очень неконкретно будет. Но, в целом, так как корейцы, по моему мнению, абсолютно не агрессивный народ, по умолчанию то, что ты иностранец, не вызывает никакой агрессии, никакого негатива. Не важно, приехал ты сюда туристом, работать, учиться. По умолчанию отношение такое. Более-менее дружелюбное, не агрессивное, не негативное, с интересом. Чем ты занимаешься сейчас? Сколько зарабатываешь в месяц и сколько тебе нужно минимально, чтобы здесь более-менее комфортно жить? Сейчас я работаю в компании, которая производит тонировку, тонировку для автомобилей. Корейский бренд. Странно звучит, корейский бренд автомобильной тонировки, я понимаю, да. Но, да, такое существует. И я там работаю в маркетинге. Моя задача продвинуть, прорекламировать нашу тонировку на международном рынке. Да, международный рынок – это очень обобщенно, но мы сейчас щупаем рынки разные. Американский, канадский, европейские всякие рынки, русский рынок, австралийский, Африка. Так как мы премиальная пленка, нам, соответственно, нужна страна, которая, по сути, зарабатывает неплохо. Ну, общий заработок там, да. Я там работаю маркетологом. В моей компании работает человек 7 или 8, очень маленькая компания. Но на корейском рынке достаточно успешная. В своей сфере премиальной тонировки достаточно успешная. Поэтому начальник решил развиваться на остальные рынки. Я там до определенного момента был единственный иностранец. Месяц назад мы набрали еще испанскую девочку. Она работает, переводит наш веб-сайт. Зарабатываю я. Не буду говорить, сколько я зарабатываю. Без вилки. Без вилки скажу. Но я могу однозначно сказать, сколько нужно такому человеку, как я, чтобы нормально здесь жить. Минимально. Минимально нужно зарабатывать 1,5 тысячи долларов, чтобы хватало на квартиру, чтобы хватало на проезды, на телефон, на нормально вкусно покушать, чтобы арендовать автомобиль, я не знаю, 4-5 раз в месяц, чтобы куда-то прокатиться. И чтобы где-то откладывать, может, что-то. Минимум 1,5. А лучше, чтобы чувствовать себя более комфортно? Чтобы 1,5 это совсем минимум, я понимаю, что здесь очень дорого все. Это дорого? Но когда ты... Чем больше ты здесь живешь, тем больше ты находишь те места, где цена оптимальная. Она не низкая, и качество тоже не низкое. А цена там нормальная. Не такая, какая везде. А чтобы комфортно жить, я думаю, 2,5-3 тысячи, 3,5 тысячи долларов, это прямо уже можно позволить себе ежемесячно путешествовать куда-то недалеко, там, может, на Филиппины или что-то. О любви к сервису выгодных путешествий TripMyDream я могу говорить часами в каждом видео, на каждой конференции, где я выступаю, ведь это мой бизнес. И я уверен, что многие из вас уже точно знают, где нужно находить. Выгодные авиабилеты. И как это делать, особенно если вы летите на конкретные даты, какое-то конкретное место. Сегодня я хочу поделиться двумя способами, как можно находить действительно выгодные авиабилеты не на конкретные даты, если у вас нет точных планов. Первый способ. Вы просто указываете город вылета, например, Киев. Потом выбираете просто весь мир. В любое время туда, в любое время обратно. И буквально за секунду получаете множество. А когда я говорю множество, я подразумеваю сотни результатов. Например, вы можете спокойно улететь в Краков за 30 евро. Туда-обратно. В Вену за 30 евро. В Ригу за 34 евро. В Братиславу 34. В Хельсинки 34. В Стокгольм 36. Друзья, этих предложений просто реально сотни. Поэтому пользуйтесь первым способом. Второй способ. Это сервис. Новая фишка, которую мы запустили в TripMyDream. Называется TripMix. Что нужно сделать? Это все то же самое. Просто выбираете, откуда летете. Можете ставить даты, можете не ставить даты. Можете выбрать города, которые хотите посетить. Можете не выбирать. Я вот только что это сделал. И смотрите, за 88 евро можно посетить сразу 4 города. Стокгольм, Прагу, Брюссель и Братиславу. Шара, правда. Либо можно в 5 городов полететь. В Вильнюс. Из Вильнюса в Брюссель. Из Брюсселя в Братиславу. Потом в Рим, в Вену. И обратно вернуться в Киев. Это всего лишь стоит 107 евро. Поэтому, друзья, пользуйтесь теми фишками, которые мы в TripMyDream всей командой делаем для вас. Пожалуйста, зайдите, попробуйте. К тому времени, когда выйдет видео, я уже надеюсь, мы в какой-то версии сделаем наконец-то приложение. Все, друзья. Я вам благодарен, что смотрите видео. Смотрите до конца. А если вы помните, мы разыграем 2 авиабилета от авиакомпании Airstona. Поэтому не забудьте прокомментировать. Я вам напоминаю, что нужно инвестировать свое время и деньги в эмоции путешествия. А выгодные авиабилеты всегда находить на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Галь, что это за место, где я практически не вижу европейских туристов? Ты их здесь и не увидишь. Мы находимся в месте, которое называется Iksondon. Я беру и от сердца отрываю тебе это место, потому что я о нем очень мало кому рассказываю. Здесь, действительно, это самое хайповое корейское место. Молодежь сюда приходит, устраивает фотосессии. Здесь очень инстаграмные места. Корейцы очень сильно любят места, которые ты сфотографировал красиво и в инстаграм можно выложить. Это часть их культуры. Поэтому это место полностью подходит. Это бывшие традиционные дома, которые до конца не сохранились, но сохранили свою структуру и их переделали в кафе, в рестораны, в какие-то там бары, клубы и магазины. Да, и также это место на самом деле одно из самых классных мест сейчас для свиданий у корейских парочек. Обязательно здесь вечером можно увидеть влюбленных прямо в большом количестве. Давай теперь продолжим как раз об отношениях между мужчинами и женщинами, об отношениях в семье, кто главный в семье и чем ухаживание парней отличается от того, как ухаживают наши. И вообще это правда, что, кстати, родители еще говорят, за кого замуж выходить, на ком жениться? Нет, на данный момент неправда. Но я знаю, что очень много людей, которым сейчас 40-50 лет, их свели семьи. Сейчас это уже осталось прерогативой богатых семей. Чаще всего они пытаются свести двух детей, чтобы... Все они закрывают лица свои прекрасные, все боятся, что будут там на камеру. Сводят, чтобы просто улучшить свое положение, улучшить, возможно, капитал. Очень редко сейчас можно встретить такое, чтобы современную девушку, ее с кем-то начали сватать. Нет, это редкость. Но у них существует тип корейских свиданий, которые называются согетинг. Как это работает? Вот, к примеру, я знаю тебя, Андрей. И, например, я знаю, что ты любишь голубоглазых блондинок. Ну, которая там, не знаю, умная, рост до метра шестидесяти, там, вес до стальки-то килограммов. И у меня есть такая подруга, например, ну, не знаю, пусть она будет Лена. И я думаю, блин, я прихожу к Лене и говорю, Лен, у меня есть Андрей, вот он такой знакомый, фотографию не показывая. Говорю, у меня есть Андрей, вот он такой-то ростом, он занимается тем-то, он классный, мне кажется, вы сойдетесь друг с другом. Хочешь с ним познакомиться? Она говорит, окей. Я тебе говорю, хочешь с Леной познакомиться? Ты говоришь, окей, я даю тебе ее телефон. И ты Лене пишешь, здравствуй. Вообще тут Галя говорила, что вот ты такая существуешь, не хочешь ли ты кофейку со мной спить? И она приходит. Это очень часто получаются такие неловкие ситуации, потому что двое не знают, как они выглядят, чтобы специально не создавать какой-то образ заранее или ожидание. Собственно, вот так вот они встречаются. Это называется сугетинг. Я, честно, пробовала пару раз. Это такое неловкое чувство, потому что ты не знаешь, чего от человека ждать, он не знает, что от тебя ждать. Но мне это совершенно не подходит. А кто главный в семье? Сейчас равноправие. Я говорю про тех, кому 30, чуть больше лет, примерно, моего возраста. У них работает и парень, и девушка. И нет такого, что я главный, а ты сиди за детьми, следи или еще что-то делай. Раньше исконно, традиционно, был главный мужчина обязательно в семье. Конечно, женщин уважали и уважают. Но такого, чтобы она была главная, как в смысле матриархата, диктовала свои правила или еще такого вообще. Я знаю, что детям разрешается очень многое, не знаю, до определенного возраста. Прям вообще делайте, что хотите. А потом, когда они начинают учиться, то у них начинается жесткий прессинг. Психологический, в том числе, по поводу учебы, образования. И из-за этого даже очень часто здесь происходят, к сожалению, вещи, которые не нужно делать. Мы про самоубийство. И даже в самой культуре, так как некоторые звезды, известные здесь в Корее, тоже совершают эти самоубийства, что это считается в принципе нормальным. И с этим пытаются как-то бороться. Можешь рассказать о детях и всю эту цепочку построить? Я почему так спросил? Потому что ребенок изначально получает максимально все, а потом его какие-то рамки, учебы, стресса, если ты не научишься, ты потеряешь лицо, ты не найдешь работу, и у тебя не сложится жизнь. Это правда так, особенно с обучением. Я бы один момент поправила. Я бы не сказала, что прямо можно все, а потом резко нельзя. То есть, это такой стереотип, который, кажется, был правдив для Японии, насколько мне известно. В Корее немножечко не так. У них, наверное, начальная школа, это мы по-прежнему как бы тусим, и ничего особого такого не делаем. Достаточно легко все это проходит. У меня нет детей, но мне подруги рассказывали. А уже со средней, особенно старшая школа, это бесконечная учеба, 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 учеба. И все это делается для того, чтобы сдать финальный экзамен, по результатам которого тебя примут в университет. Сунын называется этот экзамен. И перед Суныном уже, наверное, традиция, я не знаю, новости выходят. Ну, вот тут вот кто-то спрыгнул с крыши, не выдержал. Вон там кто-то там тоже покончил жизнь самоубийством. Там в метро, например, что-то произошло. Это действительно так. И действительно вот этот очень жесткий прессинг в обществе на тему того, как ты держишь лицо и как ты смотришься со стороны других людей накладывает невероятную какую-то тяжесть, потому что невозможно все время жить и быть идеальным. Ну, вот, например, был такой случай. Недавно актриса развелась со своим мужем, потому что у него был drunk driving accident. Ну, то есть он напился, куда-то врезался. Его, он, по-моему, к сожалению, кто-то там пострадал. Я врать не буду, но, в общем, там серьезные были последствия. Его посадили в тюрьму. 35 лет замужества она с ним развелась, потому что он ее опозорил. Ну, я не знаю, как... Я бы не могла сказать, что наши бы такого оправдали, но мне кажется, у нас больше такое есть. Ну, ладно, ну, с кем не бывает. Надо поддержать, дать шанс какой-то. Мне кажется, что у нас была бы такая психология. А у них мысль идет, все, я актриса. Она тут же приостановила свою активность на это время. Весь гонорар, который ей пришел за недавний проект, она раздала на благотворительность. То есть она начала восстанавливать свое имя опять. То есть она такая классненькая, а муж у нее как бы не очень. И она с мужем, собственно, рассталась через 35 лет, спустя 35 лет брака по этой причине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это аллее звезд. Это называется K-Star Avenue. Это такая кей-поперская локация, назовем так, в Сеуле, где ты можешь, собственно, как в Голливуде, прикоснуться к ладони своего любимчика. И увидеть его интерактивного в полный рост. Это еще приятный бонус. Сейчас тебя быстро конвертирую в кей-поперы. Смотри, как это работает. Так, ну, кто тебя интересует? Красивая девочка? Там, где моя рука помещается. Ну, давай. Вставь свою руку, держи. Так. И сейчас вот тут выскочит ее обладательница. Оп. Привет! Корейская вообще музыка. Если взять историческую перспективу, немножко поговорить о том, какой она была 20-30 лет назад, была у них совершенно своя музыка. И в 90-е годы тогда начала сюда проникать впервые западная музыка. И вот под ее влиянием родился тогда жанр кей-поп. Родился именно под влиянием западной музыки. Но со временем он просто набрал какие-то свои обороты и зажил совершенно своей жизнью. И на сегодняшний день кей-поп это совершенно своя очень яркая индивидуальная субкультура. Свой жанр музыки отдельный. О чем они поют? Очень часто в песнях такие встречаются тексты. Ты не сдавайся, прорвешься, ты справишься с трудностями. Это как бы актуально для всех. Как для молодого поколения, кто, допустим, пытается сдать экзамены, сталкивается со сложностями. Так и для взрослого поколения. И поэтому это находит отклик. Неважно, какая у тебя культура, это понятно абсолютно всем. И очень здорово, что через такую музыку даже на непонятном языке сейчас весь мир это понимает и чувствует через язык музыки. И это классно. Вот он смотрит на частики, вот он тебя заметил, махает. Видишь, как интерактивно и здорово. Потому что на концерт, кей-поп концерт попасть сейчас очень трудно, Андрей. Потому что билеты на их концерты раскупаются в секунды, когда они поступают в продажу. На концерт попасть трудно. А в такое место может прийти каждый и хотя бы так прикоснуться к своим айдолам. Ребят, Галя нас подняла на rooftop-bar какого-то очень старого отеля, который сейчас переоборудован под безумно стильный ресторанчик. На каждом этаже своя атмосфера. То место, где простой американо со льдом стоит 7 долларов. Латте стоит точно так же. В принципе, черный и зеленый чай. Таких же цен. И такие цены практически везде. Это нормальная цена на кофе здесь. В среднем здесь подороже, конечно, чем в остальных кофейнях. Потому что это очень хайповое место. Сейчас его открыли в начале мая. Все сюда как сумасшедшие ринулись. Но в целом, американо 4 доллара так точно. 4,5 можно за 5 найти. Корейцы вообще очень любят кофе. Кофейная страна. Все приезжают, ждут чайные церемонии, какую-то там красивую штуку. Всего этого практически нет. Есть отдельные традиционные чайные дома, как мы сегодня проходили мимо. Но в основном они пьют кофе постоянно. Кипоп – это Korean pop music. То есть, корейская поп-музыка – целый жанр, который характеризуется словом «ки-поп» за границей и в Корее тоже. Чаще всего это не соло-исполнители, это группы. Есть мужские группы, есть женские группы. Количество исполнителей в среднем от 4 до 7 есть гораздо больше. Меньше уже не очень приветствуется. Чаще всего не миксуются мальчики и девочки. Мальчики выступают с мальчиками, девочки – с девочками. Корейская молодежь, много из них действительно любят кей-поп. Но чаще всего это такая прерогатива школьников, наверное. Вот они действительно слушают, это тинейджеры, это, наверное, до 21 до 22. А старше 22 слушают тоже достаточно много, но признаться уже стыдно. Ну, это как «Хэй, я люблю Бритни Спирс и там Backstreet Boys я слушаю NSYNC». Примерно такая же ситуация, в отличие от иностранных фанатов, которые сюда приезжают, и очень много кому действительно от 25 и выше лет. Честно, я люблю кей-поп. Если ты живешь в Корее и не любишь кей-поп, это, если честно, странно, потому что здесь эти песни играют отовсюду. Я тебе отвечаю, что за 2 года жизни в Корее какая-нибудь тебе понравится. Что это за такое overcrowded место, где очень много какого-то местного стритфуда? Как ты и заметил, это самое классное место в Сеуле, где можно попробовать самый разнообразный уличный корейский стритфуд. Это улица Мендон. Главная шоппинг улица, главный шоппинг-центр Сеула, так сказать, где сконцентрированы все главные бренды косметики, в первую очередь. Сюда мы приходим, чтобы шопиться косметикой. Здесь вы можете просто все трендовые корейские продукты все, так сказать, в одном месте изучить с ассортимент. И параллельно покушать вкусно. Давай поговорим об отношениях в семье. У тебя муж кореец. О том, как корейцы ухаживают. Какие есть стереотипы. И вообще в целом о семье немножко больше раскроем тему. Про мужчин могу рассказать следующее. Корейские мужчины, кровь у них горячая. Это есть. Но есть очень много стереотипов о том, как красиво корейские мужчины умеют ухаживать. И стереотипы эти подкармливаются корейскими медиа, корейскими драмами, в которых вы видите, как мужчины так очень романтично. Знаете, девушки там и волосики завяжут, и шнурочки на ногах завяжут. Сердце дрогнет. Я хочу замуж за корейца. И завтра я уже покупаю билет, лечу в Корею. Притормозите, девушки. Все не так далеко красиво, как это обычно в драма складывается. Корейские мужчины намного менее креативные ухажеры, чем вам кажется. Цветы в Корее от мужчин вы не получите. Потому что цветы это непрактичный подарок. Корейский мужчина, он себе лучше подарит, например, массажер. Или что-то для дома, какой-то гаджет полезный. То есть это будет для тебя, это будет для твоего здоровья, благополучия. Цветы это абсолютно бесполезная вещь. Корейские мужчины практичные. Мне лично это нравится, но это мой цепаж. И я не повелась первоначально на это все эти фамфары. То есть мне это... На тот момент я даже не была знакома с этими стереотипами. Да, но реальность такова, что эти стереотипы есть, и мне хочется их поломать. О детях и детском садике. Давай о детях и детском садике. У меня 2 ребенка. Оба ребенка мои пошли в детский сад с 8 месяцев. Потому что у меня был очень короткий декрет. На самом деле, что касается дошкольного образования в Корее, я в восторге. Потому что, казалось бы, для нас это дико отдать такого маленького ребенка в детский садик в таком возрасте. Но в Корее это можно делать абсолютно спокойно. И я это делаю спокойно, зная, что за моим ребенком будет практически домашний уход. И моего ребенка там действительно любят и кормят, хорошо кормят, и ухаживают, и выгуливают. Это что касается дошкольного образования. Проблемы начинаются со школьного возраста, потому что теперь ребенок живет с... Слыша каждый день в свой адрес, как должен он хорошо учиться, как он должен зарабатывать хорошие оценки, должен быть всегда во всем первым. И их заставляют зубрить. Да, к сожалению. Это действительно до сих пор, как мне кажется, большая проблема в системе образования в Корее. Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, не хотела, чтобы мои дети учились в Корее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы приехали на какой-то город, куда открывается невероятно сумасшедший вид. Я не знаю, на весь ли Сеул, но на какую-то его большую часть. И вот сейчас я чувствую, что это настоящий мегаполис, где проживает вместе с окрестностями порядка 25 миллионов человек. И, судя по количеству людей, это очень неизвестное для туристов и путешественников место. Здесь всего лишь несколько десятков человек сейчас находятся, встречают закат. Что это за секрет плейс? Вообще все эти люди, они в списке. Только эти люди могут посещать это место. Я занес нас в этот список тоже. Мы приехали. Шучу. Вот. Да, действительно, это не очень популярное место. Не для туристов, не для корейцев. Как вы видите, большинство людей с фотоаппаратами. Я думаю, что заядлые фотографы знают это место. А я тоже узнал это место от своего товарища-гида. И, в принципе, я рад, что я знаю это место, потому что оно действительно прекрасное. Мне кажется, здесь я за неделю первый раз почувствовал, знаешь, такую настоящую романтику. Объединение с природой. Неперенаселенность. Нет этого пали-пали, когда все спешат. Здесь как-то больше наслаждаются жизнью. Кстати, они все время реально спешат, правда? Наверное, да. Все-таки в целом, если сравнивать скорость жизни нашу и скорость желания сделать что-то быстрее, вот скорость этого желания, наверное, все-таки здесь, да, побыстрее, эффективней. Слово быстрее, оно здесь имеет коннотацию эффективности. Типа, чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем эффективней. Поэтому, в принципе, наверное, вот этот характер корейцев, он позволил им развиться за предыдущие 25-15 лет, 20-25 лет до такого уровня. Я знаю, что у тебя как минимум 2 раза есть опыт отношений с корейскими девушками. Соответственно, у тебя, скорее всего, есть опыт отношений с их родителями. Можешь рассказать больше о корейской семье, о том, как парни ухаживают за девушками, девушки относятся к парням, как происходят их взаимоотношения? Почему девушки такие стеснительные? И стеснительные ли они на самом деле? Между собой у мамы и у папы отношения примерно такие. Папа главный, мама поддерживает папу. И это имеет такой более четкий привкус, нежели у нас в стране. То есть однозначно мужчина доминирует. В том поколении однозначно мужчина доминирует. И вот это доминирование мужчины, оно женщину особо не беспокоит. Она его поддерживает. То есть это как-то гармонично выглядит. Он ее не подавляет. По моим ощущениям, это так было. Для родителей, для своего ребенка, как правило, это не дружеские отношения. Это отношения ребенок-папа, ребенок-мама. В моей ситуации было так, что у девушки с мамой были более близкие отношения, более дружественные отношения. С папой были более отношения такие, папа-ребенок. И по моим наблюдениям в большинстве случаев отношения между родителями и детьми это не дружеские отношения. Это больше как бы я старше, я знаю, как что делать в этой жизни. Ты помладше, ты делай свои дела. Ходи в школу, то-се-се. В общем, если какие-то проблемы будут, я твой родитель, твой отец или твоя мать. А вот чтобы, допустим, как у меня в семье было, моя мама всегда была моим другом. Мне кажется, таких семей из моего опыта здесь я не видел. Они жесткие родители. Ребенок практически не имеет своего мнения до определенного возраста. И, наверное, то, что родители говорят, это нужно слушать. Мало того, что нужно слушать, этого нужно слушаться. В большинстве случаев, по моему опыту. Давай поговорим об отношениях твоих с корейскими девушками. Расскажи, какие они, чем они отличаются от наших, и какие они вообще в целом в отношениях. Значит, корейские девушки по сравнению с нашими девушками достаточно стеснительные и застенчивые, если вот прям просто плоско сравнивать. Однозначно такое впечатление будет. Но в конце концов, когда доходит до конкретного личного общения, стеснение однозначно до какой-то степени уходит, но остается скромность. Скромность – это уже не стеснение. Скромность – это все-таки не выказывание своих эмоций очень громко, не выказывание своего мнения очень громко, что делает общение с ними достаточно комфортным. Потому что на тебя не льется огромный поток эмоций, мнения, типа, я вот так считаю, я так думаю. И вот этот комфорт я его раскушал, конкретно я раскушал. В плане ухаживания, да, хочется им много внимания. И девушкам, и парням корейским, потому что я много общался на эту тему с девушками, о их отношениях с корейцами, с местными девушками, какие у них были опыты. И самое типичное – это то, что они, в большинстве случаев девушки, они любят переписываться. Типа, вот, переписка – это, значит, внимание. Если мало переписки, значит, походу, он теряет интерес. Что-то идет не так, надо ему предъявить как-то, ну, аккуратно предъявить. То есть предъявы по-русски и предъявы по-корейски – это разные предъявы. С другой стороны, знаешь, они не жалуются, по моему опыту. В отношениях не жаловались мне обо мне, не жаловались, практически не жаловались. Но такое ощущение, что в определенный момент это накапливается, и потом это, знаешь, какими-то все-таки методами вылазит, вылазит потихоньку. И ты понимаешь, что все-таки в той ситуации ей, наверное, было нехорошо, неприятно. Наверное, ей не понравилось то год назад, а она абсолютно не показала. И, в принципе, это тоже такой и плюс, и минус, с одной стороны. То есть я, как ее партнер, я должен выяснять ее эмоции сам. Я беру на себя эту ответственность. Потому что, в конце концов, мы встречаемся на таких, знаешь, фрилансерских основах. Типа, я не должен с тобой встречаться. Я встречаюсь с тобой, потому что ты мне нравишься. Поэтому я должен выяснять то, что ты думаешь, и то, как ты чувствуешь сам. Последний вопрос к тебе. Ты здесь реально счастлив или нет? Мне здесь нравится. Ты домой хочешь? Нет. Завтра получаешь предложение в 5 раз больше денег, чем ты зарабатываешь. Сейчас переехать обратно домой. Я подумаю. Подумаешь? Да. Понял. Благодарю. Ребят, знаете, сейчас такое ощущение какое-то приятное. Да, но у меня, потому что вы-то видео смотрели полтора часа. А у меня такое ощущение приятное, потому что я неделю провел в Сеуле. Я открыл для себя Корею совсем по-другому. Я местами очень даже влюбился в людей, атмосферу, запахи, вкусы. Я уверен, что вам понравилось это видео, вам понравились наши герои, которые действительно старались по-настоящему передать просто их переживания из жизни, вызовы, с которыми они сталкивались, а также передать вам атмосферу Сеула. Если вы хотите сюда прилететь, то первое, что нужно сделать, напишите комментарий, и вы сможете выиграть 2 авиабилета от авиакомпании Air Astana. Это прямо очень просто. Будьте подписаны на канал, напишите комментарий, как вам этот выпуск. Жизнь здесь. Поставьте правильный хэштег. Все, участвуйте в розыгрыше. Второе, что вы можете сделать, вы можете всегда прийти на сервис выгодных путешествий TripMyDream и очень просто найти в Сеул, Токио, Барселону, Будапешт, Одессу, куда угодно авиабилеты. И мы всегда находим вам самые выгодные авиабилеты. Мы работаем всегда для вас, стараемся делать все, чтобы вы путешествовали больше и делали это всегда выгодно. И последнее. Ребята, из Сеула уже был первый выпуск. Это влог мой личный. Это выпуск Экспаты. Будут экспаты, бизнес. Очень интересные 2 истории двух ребят. Будет интервью с Кьон Хамин, девушкой. Да, девушкой одного из наших героев, кстати говоря, узнаете, какого. И она у нас, как местная, рассказывала на русском языке. Также будет ночной выпуск. Выпуск, где иногда надо делать PPP. Не пропустите их, пожалуйста. Вы откройте для себя так много интересного, как открыл это сейчас я со своей командой, которая стоит прямо за мной. Я говорю, благодарю Оле, Саше и Андрею. И себе, конечно же. И той команде, которая помогала в Киеве делать продукт для вас и находить здесь героев. Это Рима и все остальные ребята. И последнее. Я активно ищу молодые и не только молодые таланты, молодые мотивированные таланты к себе в команду. Не для съемок сейчас видео. Не только для съемок видео. Нет. Я ищу продакт-менеджера. Я ищу дата-сайентистов, веб-аналитиков, программистов, email-маркетолога и многих других, которые должны усилить нашу команду, команду TripMyDream, сервиса выгодных путешествий TripMyDream, чтобы вместе с этой командой делать сервис лучше для путешественников, чтобы можно было его масштабировать на другие рынки и конкурировать на очень высококонкурентном рынке. Если ты хочешь ко мне в команду, если ты готов либо готова действительно пахать, но делать это с удовольствием и вдохновением, обязательно напиши мне. Я все детали оставил в описании к этому видео. По розыгрышам, по рекламным интеграциям, про TripMyDream, про то, как попасть в команду. Все всегда для тебя оставляю вместе с полезными советами в описании к этому видео. Все, я тебя люблю, правда люблю, потому что я, это ты в том числе, обнимаю и говорю тебе пока. И до встречи в Алматы. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok